здравствуйте друзья вопросик зачитаю все чаще стал слышать от соотечественников о желании эмигрировать и что самое знаковое не в плане вопросов а пригодится ли мое образование и сколько бы я мог получать а что мне начать изучать да вы правы что с такими вопросами в эмигранты не зачислю а серьезных вещах с удовольствием отправляются искать или на ваш канал спасибо соответственно повышенному интересу все чаще слышу вопрос а примут ли меня в стране а вот вдруг не адаптируешься а вдруг будешь чужим акцент а вот в той стране таких как я куча а вот там на тебя косо посмотрят нет возможностей и так далее в принципе вопросы эти были всегда и на вашем канале они не редки это правда а уж тем более на прямых трансляциях я до этого их как-то обходил стороной но при таком интересе и соответственно повышенном количестве таких вопросов меня эти вопросы стали волновать нет ни в плане как ответить а в плане нужности этого признания адаптации и еще больше в плане причин почему и в каких обстоятельствах человек нуждается в чувстве принятости в обществе а реально ли это потребность или искусственно выведенная нужда по принципу предложения управляет спросом окей ведь в большинстве случаев эмиграция всегда направлена на улучшение будущего настоящего своего или родственников вы собственноручно выходите из зоны комфорта вовсе не для того чтобы тебе были рады ведь мир в котором все должны тебя любить и гладить по голове кончается в школе человек конце концов осознает что люди разные и общество не обязательно тебя принимают так вот собственно предлагаю поразмышлять на тему нужности признания адаптации да возможно что объяснить просто ссылаясь на естественно биологическое желание человека быть частью стаи и это объяснение будет принято в 90 процентов самое интересное что потребность в поведении как местное население принятие обществом может быть косвенно связано с социальным уровнем человека если человек скажем образован он будет общаться в кругах где опознав опознание свой чужой не зависит от акцент не правда ли интересно пообщаться на эту тему но меня в философском плане философский вопрос интересует именно те оставшиеся десять процентов причин не чувство стаи как я и упомянул ранее мы иммигрируем сознательно не инстинктивно а бывает что инстинктивно тоже осознательно твой успех достаток будущее далеко не в том как тебя приняли в магазине и поняли твой несовершенно выученный язык к тому же имея семью проблема признания слэш проживание в стране проще у тебя есть свой уголок в остальном хоть трава не расти хотя семья с детьми при иммиграции дел гораздо более хлопотное и преемственность общества как раз идет на руку упомяну еще раз что интерес к этой дискуссии гораздо выше если убрать ту составляющие где нужда приема общества обусловлена зоны комфортно приятности когда улыбаются или когда все такие вот такой вопрос не очень короткий но тема интересная правда мы когда-то рассуждали на тему статуса человека в обществе и у нас видео есть философской тетради плейлисте философская тетрадь о чем шла речь когда мы говорили о статусе о том что это статусность это элемент выживания то есть статус он относительно группы людей имеет смысл не вообще общество а вот той группы людей в которой ты живешь и чем выше твой статус относительно других людей вот в этой группе тем больше шансов что группа тебя поддерживала тебя не бросит что в трудных обстоятельствах как бы да ты можешь на них положиться и повышается так сказать твоя способность к продолжению рода к выживанию собственно то что лежит в основе так биологической сущность биологических процессов но сейчас я должен вырулить значит то есть как бы мы изначально смотрим вот на эту составляющую выживание выживание в группе легче соответственно по мере того как общественные там формации экономически меняются по мере того как вообще жизнь меняется человек становится все менее зависимым от группы в которой он находится от большого общества от маленького общества и так далее становится более самостоятельным самодостаточным и ему меньше этого нужно всего посмотрите например на жизнь людей в городе или жизнь людей там на селе в городе ты можешь жить в доме вот ну сколько там подъезд сколько там квартир не за 20 30 50 и ты но может и их видишь там в лифте где-нибудь или там может быть дети там когда на улице гуляют дети во дворе так но как-то вот какое-то такое знакомство это же не сопоставимо например с тем что ты живешь в сельской местности и там но вот люди выросли вместе уровень как бы знание уровень отношения совершенно другой и есть люди которые любят жить в городе чтобы никого не знать и вообще от них не зависит никак есть люди которые наоборот тяготеют к такому патриархальному укладу да там где все свои там мы всех знаем и все такое вот все такое близкое понятно так далее поэтому безусловно по мере того как общество развивается в той стране в этой стране в целом на планете мы становимся менее менее зависимыми поэтому вот если мы этот фактор рассматриваем то туда значит там где люди живут богаче там где экономика надежней там где уровень жизни в целом и социальные как бы социальное развитие общество тоже не отстает потому что например скажем я не знаю саудовской аравии но до последних вот там снижение цен на нефть общество было очень богатое и казалось бы вот да но тем не менее он все равно феодальная как бы в основе своей и там элементы капитализма потихонечку там пробираются но это же но это же не сравнить с тем вот с той феодальность которая там есть поэтому человек все равно остается частью группы общества и так далее сам по себе ничего ничего себе особо не представляет он зависим если только не уехал к другую страну где с этим иначе поэтому дело не только в достатке но но дело еще в том как этот достаток достигается если это происходит за счет технологий образования в целом высокой производительности труда там независимо от причин вот то конечно становится более независимым мало того он уже не хочет чтобы в его жизнь кто-то лес чтобы кто-то интересовался его семьей его доходами где у него деньги лежат и так далее он не хочет он становится более таким и индивидуалистическим остается неприличным вот неприличным спрашивать об этом и об этом это как бы такая вот выживаемость теперь есть еще общество есть воспитание безусловно то что в обществе считается хорошим или плохим приемлемым или неприемлемым это тоже как бы вот результат того что это за общество и какие в нем ценности и это как бы не ну тоже уходит в выживаемость как бы но это все-таки другой аспект потому что одно дело объективно существующие какие-то вещи а другое дело общество которое целенаправленно формирует через школу через средства массовой информации и так далее формирует молодежь и вот которые потом становятся взрослыми и так далее американское общество я я не знаю про другие страны не могу сказать вот может быть в англии тоже так но не знаю но вот американское общество индивидуалистическое она говорит человеку ты уникален ты сам по себе тебе совершенно по фене кто чего скажет и кто чего подумал и как на тебя посмотрел это далее вот ты такой как ты есть и ты хороший такой как ты есть и не нужно ничего специально делать чтобы быть каким-то лучше чтобы быть как все например в этом смысле у нас недавно был такой эпизод когда мы со светланой обсуждали что вот чувствовали ли мы себя с детства частью там мы или мы были как-то на индивидуалистической стороне и вот цвета речь она она как-то чувствовала себя что вот есть они а есть она я вспоминал как-то я я всегда был такой очень общественный мальчик но вспомнил что лет в пять к нам детский сад пришли за забором была воинской части там у них какая-то шефская помощь не знаю чего нет короче пришли солдат какие-то и что-то нас во что-то организовали во всяком случае дети дети копали может быть они там газон новый хотели сделать я не помню короче мы все копали и у меня была лопатка но когда я копал вместе со всеми я не мог понять и что собственно я накопала что накопал коллектив и мне как-то хотелось видеть свои свою работу вот я отошел немножко в сторону там где еще никто не копал там тоже положено было копать но может быть попозже я так начал копать там и возьмите мне было видно что происходит и там солдат один солдат другому значит показывая на меня сказал смотри как единоличник единоличники если вы так не не в курсе единоличники это были крестьяне которые не хотели вступать в колхоз то есть по советским понятиям это такое неодобрительное заключение но во всяком случае вот мы на эту тему рассуждали там хихикали и тут саша значит внучка наша появляется и света и гайса шагает а вот ты как вот ты чувствуешь себя частью вот как бы стоит или ты сама по себе оставя сама по себе и саша совершенно не как сказать не задумываясь ни на секунду и как бабушка гид мы все разные мы все разные мы каждый из нас совершенно уникален и совершенно замечательный и как же как можно хотеть быть частью какой-то стаи если мы все разные эти сообщества индивидуальностей их учат так и их с детства приучают кто чего сказал не важно кто чего подумал не важно как посмотрел не наше дело поэтому безусловно вот воспитание а воспитание как бы передает ценности общества подрастающему поколению вот здесь такая культура что совершенно без разницы и возможно еще какие-то есть религиозные аспекты то есть здесь общество более такое ну как сказать но не то что именно вот верующий народ в основном но во всяком случае религиозные ценности нравственные они присутствуют то есть человек хороший не потому что он часть стаи а человек хороший потому что он делает правильные вещи и собственно разве акцент влияет на то что хороший человек или плохой или например его профессия разве она влияет на то что он скажем по совести живет или там в грехе каком-то пойти то есть тут тоже такой есть аспект интересный дальше когда мы на эту тему думаем что влияет значит кроме выживания кроме ценностей которые нам общество предлагает ему может сказать навязывает формирует есть еще ну около научная они не знаю как назвать значит такое учение мы периодически тут к нему возвращаемся про виктора вот человек родился и человек развился у него от рождения были какие-то характеристики вот и психологически и развился значит какие-то из этих характеристик развились какие-то наоборот притупились то есть он какой-то потенциал от рождения который был реализовался какой-то не реализовался поэтому есть вот вот эти вот вектора там 8 векторов их там разными цветами окрашивают и вот человек который говорит мы да вот ему говоришь ты как думаешь он говорит я как все я как все то есть вот это для америки абсолютно нетипичное поведение хотя наверняка есть люди такие тоже безусловно есть в любой стране есть люди вот вот этот так называй черный вектор или мышечный вектор есть люди которые будут у них чувство плеча чувство локтя чувство группы и и там в этой науке там еще было так была такая фишечка что вот разные страны они тоже имеют какой-то свой доминирующий вектор вот например там советский союз вот не за российской федерации это это мышечный вектор доминирующий то есть чувство локтя чувство плеча чувство товарищества чувство группы вся сила в группе один человек это как бы там ничто а он он ценен только в том смысле в какой он часть группы и поддерживает группа группа поддерживает его и так далее поэтому вот вот такой вектор да значит америка страна другого вектора там оранжевого то есть это рациональность выгода организация структура вперед да видишь цель и пошел вот такая она гораздо более индивидуалистическое но не искать что страна родилась с вектором правда вот все-таки это люди но вот эти люди которые здесь живут и люди которые там живут значит они создают вот этот вектор и я думаю что этот мышечный вектор там на постсоветском постсоветском пространстве и так далее он значительной степени идет вот именно из выживания то есть выживает тот кто не высовывается нас учили вот я молодой был нас учили не высовывайся будь как все не лучше других и не хуже других вот когда как все выживать легче кто в лучшую сторону выделялся всем голову поотрывали совсем недавно буквально то значит те кто вниз ну как бы выделяются в худшую сторону их долбают их сажают по тюрьмам их лишают премии им не дают квартиру там не ставят на очередь и так далее то есть как то вот так все это все это формируется так что человеку почему-то почему-то важно быть принятым в обществе вот я помню много-много лет назад я еще пацаном был подростком какие-то там у нас были родственники дальние я их никогда не видел они уехали в америку и какой-то наш там тоже родственник от относительно дальние но поближе он был в москве приехал показывал какие-то фотографии как вот эти родственники они ему написали то есть письмо прислали фотографии как они там где-то в америке и там как и какие-то групповые фотки они говорят вот это там вася там он из одессы этот там из питера этот там из черновец черновцов там не как правильно и и он смотри-ка видишь не принимают наших в америке вот они друг с другом тусуются и вот да то есть ему было важно чтобы вот тусоваться среди вот американцев это знак того что тебя приняли что не второй сорт а первый вот почему-то он там жил и вот он так думал я вот сейчас живу тут да и я не вижу в этом ценности никакой меня ценность такая чтобы мне было комфортно общаться с людьми и мне соотечественниками комфортнее честно не не это не связано с языком это не связано ну ни с чем таким но просто мне комфортнее у нас общая культура у нас общее там представление о жизни то есть и не с любыми соотечественниками комфортно ты господи но есть какой-то круг вот и вот и все у нас есть самые разные знакомые мы оказываемся в компаниях где и американцы и индусы там и китайцы и кто угодно не то что у нас не винит общение но если я там выбираю и говорю вот там давайте там чего-нибудь такое замутим да то у меня есть с то есть не то чтобы я там как-то и страдался на этой почве нет вот так что может быть со стороны кажется что вот в этом есть какое-то принятие какой-то какой-то статус да так что-то я не туда заехал надо будет выбираться значит какая-то статусность в этом есть вот тебя американцы принимают мне абсолютно пофигу кто меня принимает то есть у меня настолько нет этой проблемы я не знаю если человек например не самодостаточный ему чего-то не хватает вот он я не знаю он может быть он не зарабатывает или он действительно вырос как человек локтя и человек плеча и у него нет этого локтя и этого плеча то ему может быть очень некомфортно но это не связано с тем что он в америку попал он может дома быть точно так же не комфортно себя чувствующим он может переехать там из села я не знаю в райцентр или там из райцентра в областной или там москву или в питер и так далее ему будет точно так же некомфортно это не связано с тем что страна другая язык другой это будет связано с тем что он вот чего-то хочет такого а его нет и может быть конечно переезд другую страну усугубляет и там накладывает какие-то обстоятельства дополнительные возможно конечно я ничего не хочу сказать безусловно как и какое-то дополнительное усиление этого может присутствовать у нас тут недавно вот я хочу сказать как пример того что люди не чувствуют себя ущемленными вот вот это вечная вековечная дискуссия на украине в украине тут один я все написал в на до 1 3 3 буквы в на чтобы избежать конфликтов так вот человек из армении не исключительно свободно владеющие русским языком тоже решил включиться в дискуссию и написал дословно по-русски на украине а по украинский в украине давайте значит и там кто-то может начать хихикать ой посмотри как он там по-русски написал но послушайте а он комфортно себя чувствует ему нормально ему отлично его все поняли так значит все очень так мило по-доброму замечательно он так мирный такой значит элемент привносит и там типа ребята не ссориться мы так далее поэтому проблема того что он говорит с акцентом или грамотно или неграмотно это проблема только тех людей которые на этом зациклены он абсолютно гармоничен и симпатичен и совершенно без разницы как он там говорит слава богу что он говорит по-русски хоть как-то и в эмиграции полно людей которые вообще по английски не говорят вы знаете что полно вот с ребятами которые сейчас подъезжают там откуда-нибудь и говорят вот сейчас по москве идешь и там много людей там с кавказа там откуда средней азии они вообще по-русски не говорят то есть вот у них так такая большая комьюнити что им уже и не нужно они внутри этой комьюнити могут жить вот так же как есть есть мексиканцы которые обходятся испанским им больше не надо когда я жил в москве тоже приезжали все время люди с кавказа и средней азии на работу приезжали вот они там по лимиту на стройке там и они все стремились говорить по-русски они первое что они делали они начинали учить русский язык и старались и так далее поэтому это это было вопросом даже не статусом но реально надо было жить как-то сейчас можно и без этого жить можно без этого они и не говорят они при этом ком комфортно себя чувствуют они гармоничны если бы они чувствовали себя некомфортно они получили русский так что слава богу люди учат там или как-то говорят там английск по-английски или как-то учат и говорят по-русски и мы можем поговорить по-русски но с ошибками чем проблема в чем он чего от этого стал жуликом или он стал кем он стал плохим из-за того что у него там акцент какой-то а ты по-армянски скажи что я на тебя посмотрю поэтому здесь так попроще все так что я думаю что вот я чего мог по теме сказал а если потом светлана подключится может какие-то вопросы нам у вас возникнут я тогда еще поговорю я я не могу сказать что я может быть до конца понял вопрос в том смысле как он был задан но я как понял так и ответил счастливо